Камера, мотор. Всем привет, в эфире Time Club и сегодня у нас такое немножко необычное, наверное, или неожиданное видео. В общем-то, практически поперек всего плана мы его вставляем, ну просто потому, что к нам они наконец-то приехали. Ждали мы их на протяжении где-то месяца, заказали в одном из магазинов, в таком известном, все его знают. Ну и решили обозреть одну очень важную проблему. Сегодня у нас наблюдаются большие сложности с поставкой оригинальных часов. Это наблюдается у всех дилеров и в том числе стали вылезать и в торговые центры, и на интернет-каналы, и на маркетплейсы, и, я не знаю, там просто сайтами, там телеграммами и прочие-прочие продавцы всякого шлака. Ну и вот, в общем-то, в достаточно проверенном ресурсе опубликовался один из там странных магазинов. Вот, не будем называть, чтобы не ругать конкретно там площадку и так далее. Просто, скажем так, ресурс доверенный у многих. Ну вот, приехала шляпка, и мы ее сейчас посмотрим, сравним, сравним с оригиналом, распакуем, я покажу, как это все приехало. Ну, это, я убрал, естественно, все вот эту упаковку, там с пупыркой и так далее, там вроде сам магазин постарался, все приехало более-менее целое. Оставил, как было, вот, начиная с коробки. Ну и дальше сравним с тем, наверное, брендом, на который примерно это могло бы равняться по качеству. Ну, реально, по тактильным ощущениям, их, наверное, видео не передаст, тот бренд намного выше. Ладно, давайте все, уходим от долгой прелюдии, начинаем распаковывать. Итак, о наболевшем мы с вами будем рассматривать Тесо. У нас есть еще подделка G-Shock'ов, мы с ней потом разберемся. Короче, вот такой пакетик приложил магазин. Никогда в жизни я таких не видел. Пусть валяется. Давайте коробку отложим в сторону, посмотрим сертификаты. Реально, понимаете, я в отзывах людей, которые так же, как и мы, заказали, это все и такие счастливые, 5 звезд ставят и так далее. Они купили это за 3-7 тысяч рублей. Некоторые даже достигают 11-12 тысяч рублей в стоимости на продажах. И, честно сказать, это не стоит. Вот такой вот псевдо-какой-то талон. Бог его знает, что это вообще такое. Никогда таких не было. И вот такая вот коробка. Ну, начиная с того, что она, конечно, просто из дермантина какого-то сделана. Причем, наверное, от слова дермо. Сейчас мы ее откроем. Здесь внутри еще одна коробка. Коробка с коробкой. И дальше. Та-дам! Вот так вот это все приехало. Прямо реально вот в этом пакете и так это валялось. Это у нас подделка на Тесосе Астар. Сейчас мы ее посмотрим детально. Это уже больше никакой роли не играет. Ну, кроме того, что мы в этом придется все это отправить обратно в магазин, дабы постараться хотя бы вернуть свои деньги. Так. Поехали. Достаем. Ну, друзья, это, конечно, ни в какие рамки. Во-первых, да, мы заказали модель Сиастар. Тут ничего не вращается. Эти вообще какие-то стрелки бутафорские. Сколько они нажимали. Здесь можно закручивать. Вряд ли. Заводная головка-то просто так выделяется. Короче, нажимаем. Реакции никаких. А, вот пошла, пошла. Каких? Хронограф запускается. Пока пусть щелкает. Посмотрим, как это происходит дальше. Сам по себе корпус. Это явно не сталь. Ну, в общем-то, ладно. Детально мы сейчас пробежим в сравнении. Обсудим. Посмотрим. И поговорим еще об этой. Даже подделкой назвать нельзя. Я не знаю, что это такое. Детально к этому возвращаемся через пару секунд. Так, самое главное, что нам понадобится. Поскольку мы с вами разговариваем о приобретении подделки. Да? Вот это вот. Тяжело это назвать даже подделкой. Но не соль, важно. Короче, каких бы денег она не стоила, ее основная задача это для того, чтобы вы приобрели себе часы и кого-то обманули. Кого-то из своих там знакомых, близких, друзей и так далее. Чтобы попытались хотя бы они поверить в то, что у вас оригинальные часы. Они как минимум не должны отличаться в таком случае. Давайте пробежимся. И посравниваем с оригинальными. Благо, у нас они есть. Итак, поехали. Значит, в правой руке у нас вот это вот то самое, что нам приехало. В левой руке у нас оригинальные часы. Ну, во-первых, да, браслет у них сразу понятно. Я не знаю, сделан из чего-то латунного. Ну, не знаю, все болтается. Начальное звено отвратное, крепится к корпусу кое-как. Вот, давайте первое, первонаперво посмотрим. Это, конечно, в глаза не будет бросаться, но тем не менее. Вот так выполнен герб Сиастар на оригинальной модели. И вот такой рисунок рельеф по корпусу. Да? Плюс застежечка. Здесь спортивная застежка на двойной застежке. И она еще открывается в длину. Здесь же у нас зачем-то на спортивной модели выполнена бабочка. Наверное, что было дешевле. Хотя вроде поставить спортивку тоже дело не очень дорогое. Естественно, всего вот этого нету. Самое прикольное, здесь безель, естественно, вращается. Здесь даже не постараться. Заводные головки никуда никак не фиксируются. Кнопки, естественно, тоже не закручиваются. Мы с вами уже проходили. Вот. И это либо мы нажали. Нет, он просто сам остановился. Чуть-то теперь побежал. Короче, это вообще канитель толком не работает. Дальше поехали. Это я не знаю. Это такой жесткий отврат. Я, кстати говоря, видел подобные модели на Алиэкспрессе. Еще, наверное, с полгода назад. Там они стоили раза в полтора, по-моему, дешевле. Вот эта моделька обошлась нам в 7,5 тысяч рублей, что для нее просто невероятно дорого. И теперь мы переходим ко второму этапу нашего видео. Достаем из витринки наш любимый китайский бренд, на базе которого делается, наверное, подделка на Лилокле. Честно говоря, вот сколько мы не смотрели, 9058, это моделька у скимеев. Она один в один вот списана на дизайнерские с Лилокле. Если мы говорим именно про скимей, где будет написано скимей 9058, будут приложены все карточки от скимей, коробка от скимей, гарантия от скимей на год, то это нормально, как бы, ну, часы, да, так скажем. А если мы говорим на те же самые часы, где будет прилеплено тесо, поставлено на их коробку, вот эту вот отвратить-ка, то это уже подделка, ну, и как бы сами решайте. Вообще, в принципе, опять же, да, возвращаясь к этой всей дилемме и дискуссии, напишите в комментариях, что думаете об этом вы. Еще раз, я с трудом, с трудом за прошествие времени, ну, могу уже понять примерно, да, тех людей, кто приобретает подделки для того, чтобы вот их на руку одевать. Они должны быть действительно хотя бы похожи, но вот это вот, сами понимаете, на какие здесь 7000 рублей. А ведь вы вылазили магазины и продают, что Касио, есть Касио поддельные, продают эти винтажики, винтажики. Ко мне люди приходят и говорят, смарт-часы Касио, вот, а-ля 168-е с электронным циферблатом. Я говорю, перекрестись, забудь, не существует таких часов. О чем речь вообще идет? Их просто нету в природе, у Касио никогда такие не делал. Ну, отзывы же есть. Конечно, есть, и на это говно кто-то 5 звезд поставил. Ну, и плавно переходим к тому, к той самой второй части, которую мы анонсировали. Давайте возьмем и пробежимся. Мы взяли три модельки с Кимэй, которые стоят до 2000 рублей, нет, одна чуть подороже. И давайте начнем. 1389, крупная, корпус по весу, здесь, кстати говоря, по-моему, частично сталь была использована. Здесь у нас, получается, браслетик, он наборный из пластинок, застежка спортивная, та самая, которую, да, нужно было бы видеть на модели а-ля Сиастар. Вот. Короче, здесь есть электронные и аналоговые циферблаты. Вот на этой модельке здесь вообще все выполнено очень аккуратненько. Я вас уверяю, вот неважно, здесь сталь, не сталь, эти материалы, они точно лучше, чем использованные вот здесь. Это чисто тактильно. Здесь у нас рабочий хронограф, все так же запускается, все внятно работает, переставляются даты, возвращается, тахометрический шкал, в общем-то, работает все. Аккуратно выполнен браслет, но крепление, как бы, тоже, да, оно достаточно такое, шаткое. Вот. И берем следующий, значит, это у нас моделька 1779. Для чего она здесь? Ну, для того, чтобы вам показать, что, в принципе, китайцы умеют делать... Ага, вот. Для того, чтобы показать, что китайцы умеют делать однонаправленный безель. Нет у них с этим проблем. Слышите, как щелкает? Ну, так вот. И теперь плавно переходим к заключению нашего видео. Три модели с Киме, которые мы вам показали, они стоят до 3000 рублей. Первая и вторая моделька, они вообще там стоят в районе, поколебается где-то полторы, тире там 1600-1700. Вот. А светленькая, так вообще, по-моему, 1400, что ли, 1500. Ну, в общем-то, не соль важно. К чему я все это веду? Ну, вот на этой ботве как раз-таки делается три цены на вот этом вот говнище и на тех людях, которые это покупают. Уважайте себя, ребят. Решать, конечно, вам. Ну, даже за очень хорошего качества, которое будет максимально похоже, за нее будут просить 15-20-30 тысяч рублей. Оно того не стоит. Решать, как обычно, вам. А, нет, как я правильно говорю, выводы на нашем канале делаете вы сами. Продолжение следует...